Друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня у нас супер интересный гость, который вот мы его встретили здесь на Мартинике Сергей Синельник И давайте мы сейчас познакомимся ближе Сережа нам расскажет о этой прекрасной лодке И о том путешествии, которое он на ней продел Поэтому... Салют Привет Сережа, расскажи, пожалуйста, почему именно вот ты решил выбрать формат такого яхтинга Почему ты не купил, допустим, Баварию и на ней не пошел в море Ну, во-первых, чтобы купить Баварию, нужны средства А такие проекты, они создаются благодаря энтузиазму большой группы людей Потому что многие мечтают именно о парусниках с прямыми парусами Это мечта детства многих Это обычно же сам помнишь, что к нам мечты эти... Они нас первыми ударами поразили эти книги о парусниках именно О открытии каких-то островов, ну, открытии, там, переоткрыватели Они ходили же на деревянных кораблях с прямыми парусами в основном Вот это же главное... Слушай, генуйское вооружение, оно появилось относительно недавно, там, ему там около 100 лет А до этого все ходили на прямых парусах Ну, даже не прямые, бог с ним, это не так важно, кстати Можно ходить и... Главное, деревянные корабли Мы же читали о деревянных кораблях Мы мечтали... За другой технологии не было, конечно... В юности читали Да, пластик, яхты, я, конечно, ничего против не имею Каждому свое Кто-то ходит на пластиковых яхтах Но деревянный корабль, это целая философия Об этом можно говорить очень долго Но, если в двух словах, отсюда уходить не охота С деревянного корабля не охота уходить То есть это же романтика и душа, в первую очередь Да, но много, конечно, конетелей с деревянным кораблем Это не с пластиковой лодкой проблем особых с корпусом вообще нет Ну да, по корпусу, конечно А здесь именно по корпусу больше проблем и сложностей Которые на деревянный корабль требуют постоянно внимания Постоянно нужно льняным маслом покрывать, чтобы не растрескивалось дерево Нужно покрывать разными там, ну, прочими всякими пропитками Ну, тоже отдельный разговор Когда мы вчера с тобой общались, ты говорил, что есть такой червь, который живет в воде Просто для нас, те, кто ходят на пластиковых лодках, эта проблема неизвестна А ты говорил, что это большая проблема, то что если ты лодку оставляешь на воде То этот паразит может начать есть корпус Можно немножко об этом рассказать? Ну да, в морских червейх много разных названий существует Но, если главное, они водятся в теплых водах В тропических, в актериальных Они не водятся в северных водах Где-то где Норвегия, где-нибудь на Балтике Там угрозы нет, там можно оставлять на воде Что мы и сделали Мы в Германии нас пригласили, мы остались на канале Пять месяцев стояли И проблем нет Потом, там, где холодные воды Потом, если смешана вода морская с пресной, уже легче Либо заходить в реки, где пресная вода Они не живут в пресной воде А севера, как раз-таки, там вода такая не очень соленая И черви там в холодной воде не живут Либо второй вариант, поднимать на берег периодически Вот так, как ты сейчас делаешь Да Ну, этот опыт у нас уже давний Мы ходили на ладье Русич до Южной Тасмании С берегов, с Русского Севера И потом еще вокруг Европы плавание у нас было на ладье Русич до Монгольского периода Там тоже, я все время руку на пульсе держал Либо берег, либо пресная вода А были случаи, такие вот Котч, который демонстрировался еще в 90-х годах У берегов Калифорнии В Форте Рос Ребята оставили Котч на 7 месяцев И в результате всю обшиву проел Съела, да? Съела, да? Съела, да? Слушай, а скажи, пожалуйста Вот Эта лодка, это проект У нее габариты какие? То есть это просто вот сейчас для меня интересно? Да, да А вообще, наверное, интересно будет рассказать Как вообще появилась идея создания Вот именно Такого типа лодки Почему вот именно эта лодка, а не какая-то другая? Ну, взято за основу Если говорить об этой ладье То взято за основу поморская ладья Кочмар их называли Потому что у нас доска, как вы увидите потом В клинкерной обшивке Это доска внахлест Так сшивали раньше именно И тогда назвали не поморские ладья А кочневая ладья Ну, можно назвать кочневая ладья Можно назвать поморская ладья Беломорская ладья Ошибки в этом не будет Это попытка создать копию Уменьшенную копию в два раза Ладьи преподобной Зосимы Который когда-то в реальности ходил В конце 18-го столетия От Соловейских островов до Архангельска Основной его был путь Возили грузы Безумно Интересно Почему ты решил остановиться на этом? У тебя же были еще проекте То, что ты говорил, Русич, до того Есть же большое количество разных ладок Струги всякие там, правильно? Ладьи разного типа тоже, правильно? Была же какая-то причина Почему ты остановился Именно на данном конкретном Но преподобная Зосима Если кто видел чертежи Сохранившиеся чертежи Это ладьи, кстати Она поражает своими обводами Если вы потом в профиль посмотрите Ладью Пилигрим Увидите этот прогиб Это музыкальный корпус Это нечто среднее между ладьей Тут какие-то черты угадываются И Драккара Это такая вот была интересная ладья Преподобная Зосима Поэтому когда я увидел Я чертежи пересматривал И когда я увидел Мне первыми ударами поразил Именно обводы корпуса Просто вдохновился получается Да, именно таким корпусом вдохновился Он необычный этот корпус Он грациозен Это не прямые какие-то линии Это изгиб Даже здесь, если увидишь Здесь палуба Я видел, она идет кверху Даже палуба с прогибом Она неровная Она вся с прогибом Смотри, оттуда начинается снос И вот прогиб Видишь, ты как армия Тут даже палуба с прогибом И поэтому, конечно Как это Ну вот поэтому остановился Ну и вторых Был уже опыт создания До Монгольского периода Ну, то есть те лади Которые 10-12 века Грузовые Такие, типа Кноров Таких норвежских Ну, их использовали На Руси активно Такие лади Вообще, культура северных народов Она была близка Переплеталась Поэтому, когда мы ходили По музеям Австралии Большинство людей подходили Говорили, а Драккар А я всегда говорил Это Славик Славянская ладья Они просто считали, что это северное Да, викинги Викинги, к сожалению Распиарены А вот славянская ладья Ну, почему-то Как-то вот Мир не знает об этом И мы Демонстрировали нашу Ту ладью Тоже Жителям планеты Это тоже был Международный проект Участвовали в нем Страны Разные страны Ну, преимущественно Из России Потом Казахстан Украина Хорошо была представлена В этом проекте И потом Беларусь Австралия Австралийцы участвовали Даже из Новой Зеландии Человек Ну, как всегда У нас международный Интернациональный подход И пилигрим Строился тоже Благодаря участникам И старым членам команды Из разных стран Это тоже И Новой Зеландии Австралия Швеция Эстония А сколько человек Вообще Участвовало В самом проекте Человек 30 Может быть 40 Может быть 40 50 Даже Если так Всех вообще Собрать То, наверное Где-то 50 Это серьезный проект Да А такие Ну, не построишь Корабль Либо надо Иметь много денег Либо тогда Надо много Иметь друзей И Знаешь Энтузиастов И все вместе Вот Ну, это тоже Надо всех Собрать Естественно Это менеджмент Это менеджмент Кто-то своим трудом Кто-то средствами Кто-то оборудованием Кто-то чем Я, кстати, разместил Вчера нашу фотографию Которую Расфоткнулся В инстаграм И Ребята написали О, викинги То есть Есть представление О том Что это все-таки Северная лодка Да-да-да Черты угадывают Все-таки Черты северные Такие Северные И мы приходим Куда Пришли Приходим По Европе Мы долго шли Потом Пришли на Канары На Кабуэрд И везде говорят О, викинг Вот Опять же Хотя Ну просто видно Что клинкер Во-первых Обшивка клинкерная И нос такой Тоже Как у лоди Задрак Это характерность Это вот Поморских лодей Особенно Зосим Покажем потом Но весел нет Как называется Вот эта передняя мачта Фок-мачта Всегда передняя фок-мачта Я знаю Я просто Это для людей Которые хотят Фок-мачта Парус прямой Парус прямой На фок-мачте Но Трудяга тоже В крепкие и сильные ветра На одном фоке Можно идти В 20 Ой Можно Один фок тянет ладью И 6 узлов дает Ветер более 20 узлов Это хороший результат Мы говорим о том Что лодка идет Только попутными ветрами То есть мы не идем Против ветра Идем не против ветра Идем Бейдевинт Возможен Но Опять Когда гладкая вода Это одно На реке Тогда можно вырезаться В бейдевинт Но Это градусы во сколько? Это 85-90 Можно 80-70 Мы на 70 ходили И на Русичи ходили 70 На Тасмане Там вынуждены были ходить В некоторых узкостях Но Здесь тоже 70 Но Если сильный ветер В результате Дрейф будет мощный 20-30 градусов А то и более При сильном ветре Поэтому Все-таки Давайте Галфинд Наш курс Это 90 90 градусов И все остальное Бакстык полный Острый На полных курсах Эта же лодка Она сделана Для полных курсов Как раз Или это неудобно? Удобно На пассатах удобно Мы ставим грот Это основной наш двигатель Мы пересекли Атлантику На гроте Но Хочу что сказать Когда ветер боковой Или полный бакстык Полный бакстык Это приблизительно Ближе к 170 Тогда 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 работают все три паруса Если ветер слабенький И у нас боковой ветер Или бакстык Тогда Замечательно Тогда мы Мы можем При слабом ветре Там 12 узлов Даже Мы можем делать Почти 5 узлов Потому что у нас три паруса Работают Фок Грот И бизань То есть вот этот У нас получается Передний Это фок Вторая мачта Это основной Это грот Правильно? И третья Бизань Да Рейковый парус На бизане Скажи пожалуйста Вот ты говоришь Про полные ветра Да? То есть Если ты идешь Допустим В 160 Мне кажется Что грот Будет перекрывать фок Если мы идем Фордаком То есть Когда ветер в корму То тогда В тени Естественно В тени грота Фок не работает Он даже не работает Он даже не работает И его просто даже не открываешь Да Когда полный бакстык Когда вот Не в корму А чуть По бублому Ну да 170 160 Я думаю Что где-то 140 Будут работать Фок начинает При крутом бакстыке Или ближе к Галфинду Это конечно Замечательно Тогда Фок Работает Грот Работает И бизань Рейковый Работает Тоже замечательно Поэтому Ну да В ветровой тени Бизань При фордаке При попутном ветре Бизань Бизань Это задняя мачта Бизань Перекрывать Начинает грот И грот Начинает уже Он грустить Начинает Он уже такой Плохо работает Вяленький Цветочек Вяленький Да Поэтому Все Один только грот Это основной Наш трудяга Движитель Через океан Слушай А скажи пожалуйста Вообще На этой лодке Тяжело Управляться С парусами Ну понятно Когда ветер слабый То конечно же нет А вот когда Чуть-чуть раздует Вот насколько Тяжелое усилие Потому что у тебя же Лебедок нету Ну если ветер За 20 узлов То там Желательно бы Даже уже иногда Шкод Набивать вдвоем Потому что Если одному Тяжело бывает Лебедок нету И вообще Если так сказать Двух словах Сравнить Деревянную Реплику Да Историческую Корабль Сравнить С пластиковыми Яхтами Или с стальными Алюминиями Не важно Современными Яхтами То это как Телега С современным Автомобилем Нас все Обходят У нас Ходаж Ну здесь вопрос Не в скоростях Естественно Это же не лодки Как мы на тележке Мы как на тележке Едем А нас все Обходят Вокруг пластиковые Яхты Все нас Обходят Слушай А как ты набиваешь Именно паруса Потому что Вот я смотрю Здесь такие Блочки Идут А это Это ванты Это юферсы Юферсы Если нужно Набить ванты То используем Вот эти талии То есть вы талями Набиваете И потом Просто подтягиваете Раздается веревка Делается узелок И с помощью талии Вдвоем Проводим Все веревки Маслом Смазываем Здесь эти вот Для того чтобы Они скользили Скользили И таким образом Мы набиваем Ванты Вручную Набить их невозможно Только с помощью талии Вот талии Либо чем-нибудь еще Чтобы Если на яхте То там Толрепчик Подбил И все Никаких проблем То есть здесь у нас Все Такие усилия Нужно полдня Чтобы набить все ванты Не ну ванты Набивать это всегда Непростая задача На любой лодке То есть даже Толрепы Все-таки полегче Толрепы ржавеют И вот мы раскручивали Надо все время Рызгать их Шесть месяцев Мы не могли В разных странах Их просто раскрутить Ну это как бы мелочь Якорь поднимается Якорь поднимается С помощью Опять же Тех же талий Вот Ну талии Грубо говоря Это просто блоки Такие С помощью них Легче поднять Просто якорь Вытянуть Далее Потом Сюда закладывается Веревка Это у нас Такой Это у нас Брашпиль Ручной Вот Здесь Обводится Два раза Два шлага Якорного каната Здесь Несколько человек Стоят И тянем И вот этот блок Он получается Блок Он просто блокируется В одну сторону Вот этот деревянный Просто молоточек Получается Вот Клюзы И у вас просто идет Веревка И там 10 метров Цепи идет Естественно Класс Ну что Пошли дальше Это получается У тебя Клит Утки Это утки Их много не бывает Ликаря К сожалению Современные Мы не стали Старинные Нет Ну слушай У нас непрактичнее Все таки Есть вот эта Тонкая грань Между тем Как Реплика Мы использовали Якорь Матросова На предыдущей Лагере Мы использовали Якорь Матросова Он тяжелый Но Современные Все таки Якоря Те же Дельта Они практичные Они У них держащие силы Мощные Зачем 50 кг Бросать Если мы Вручную Потом Вытягиваем Конечно Это тяжело Мы убираем Самые оптимальные Это Плук Кор Или Дельта Ну все Лучше Лучше Ты Показывал Про То Что Лодка Имеет Прогиб Вот Сейчас Я хочу Ее Показать Вот Сейчас Попробую Да Да Вот Здесь Вот Смотрите Уходят Туда И Дальше Изгиб Если Посмотришь Это Кормит Вот Видно Видно По Самим Бортам То есть Получается Палуба Снаружи Мы Естественно Тоже Покажем И Вот Получается Прогиб Да Видно Видно Вот 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 Так Идет Люки Как Видишь У нас Без Стекла Решили Стекло Не Использовать Стекло Непрактично Грязь Забивается И Конечно Поэтому У нас Есть Такие Тенты Сверху Мы Снимаем Жарко Снимаем И Есть Еще Просто Из Фанеры Люки Если Плохая Погода Их Накрывать В Четырех Точках Фиксируем Закрываем Фанерой И Все Это Такая Технология Как Была Сделана В Оригинале Правильно Я Не знаю Как В Оригинале В То В В В В В В В В Хотел В Посмотреть Как Там Все Было Но Увы Мы Собираем По Крехам Этим Адмирал Есть Дмитриев Основатель Копии Кораблей Тех Далеких времен До С епар Жив Ему 72 года Виктор Леонидович Дмитриев Швач Верх Варяг Марчюков Вот два таких вот места, где создают, не забывают традиции, и их как-то всячески поднимают информацию, все тоже. Так вот вместе и строили, на Полярном Одиссеи создавали. Он энтузиаст Дмитриев, он помогал даже своими какими-то средствами тоже, чтобы корабль шел по свету. Поэтому вот если на вопрос, кто строил. Строились, приходилось конечно самому, и тут и австралийцы приезжали, достраивали, и новозеландец по дереву помогал. В общем все мы, все процессы были. А сложно было именно само строительство? Конечно сложно, это все сложно. Это было от начала до самого конца, это очень непросто, когда нет поддержки, нет государства, нет серьезных спонсоров. Все приходится с миру по нитке, и всем миром, это значит с разных стран, ребята помогали кто чем доделать корабль. Класс. Ну что, давай дальше. Так, это грот. Здесь у нас это геттовы, это две утки, здесь оттяжки, оттяжки. Прямой парус, вот он вот так вот увязывается. Он рифуется или не рифуется? Два ряда рифов у нас, но мы пока брали только один ряд рифов, когда выходили из Кабоверда сюда, сильный был ветер за 25 узлов, там 30 можно порывах. Тогда мы взяли один ряд рифов, было достаточно, мы шли так сутки и делали 6-7 узлов. Это хорошая скорость. Хорошая скорость. Ну мы за 18 суток от Минделла сюда пришли, 2100 миль. То есть 4 с копеечками средняя скорость. Да, где-то так, 5-4 узла, где-то 6, где-то 3,5. Ну средняя там 4,5. Двигатели мы запускали только для того, чтобы подзарядить аккумулятор. У нас два всего аккумулятора, и у нас 40 часов работы, за весь Атлантический океан 40 часов работы двигателя. Многие говорят, что это у вас ром, ром, я говорю, да не ром, это тушь у нас, вода, внизу стекает, простая система, там краник, и легче помыться. Но в основном ее же можно покрасить в черный, и будет кипяток. Ну можно, да, но он и так нагревается, горячий. Конечно, на солнце. В основном мы моемся на палку. Сережа, я смотрю, у вас стоит вот Раймарин. Это под, это под, ага. Выходили мы из России без Раймарина, у нас был ручной планшет, мы его в дождь закрывали пакетом, а потом уже Гена Гоменко, наш один из членов морского клуба Пилигрим, он купил Раймарин, все-таки АИС, нам приемник, тоже купил. Не, ну это важно, это безопасность в первую очередь. А сначала выходили вот так, все у нас, вообще выходили недостроенные, недоделанные, но я решил так, лучше выйти и по пути все тихонечко доделывать, чем хорошо стоять еще год, и потом, и не факт, что опять все, опять недоделанные выйдешь. Это бесконечно длится. Это смелое решение. Есть же вот британская поговорка, если вы хотите полностью готовый корабль, вы никогда не выйдете из порта. Точно. Так, вот здесь вот видно как раз, насколько нос задран, и насколько вот красивый идет изгиб посредине. Здесь у нас кокпи, сундук, второй был сундук такой же там, но теперь там спасательный плод поставили. Скажи, пожалуйста, вот рулежка у вас идет тиллером, таким длинным, да? Тяжело, кстати, рулить. Я приспособил два блока здесь, два блока. И ты через блоки рулишь, да? Да, и здесь вот, мы здесь вот эти соскобы крепим, и тогда легче все-таки немного. Ну просто нагрузку убирает. Используем камеру велосипедную, велосипедную камеру обматываем. А как амортизатор работает? Да, работает тоже легче. А иначе, когда особенно в боковые ветра, очень тяжело управлять, потому что вы снаружи посмотрите, а перо руля, это целое дерево. Ну и тебя когда с волны несет, то, конечно же, тебя в сторону тащит очень сильно, очень большое усилие. Усилие нужно предлагать, поэтому везде ручки, рулевой, без ручек просто летать будет. У нас еще корабль-валки, и летаешь то в одну сторону, то в другую. Ну и на нем вот, когда он валится, то он же не ровно валится, он идет такими ударами. Такие, получается, резкие, резкие, резкие такие, резкое поведение, пилигрим, валки такой, валки. А покажи, пожалуйста, вот сзади это, я так понимаю, это вот как раз... Кормовая каюта, кормчевая, каюта кормчевая, точно. Идем. То есть тут вот окошки сейчас. В середине, в средней каюте, там потом, это, это, здесь в кормовой качает, тоже кидает, здесь все, все 18, ну, 25 суток, сколько мы атланчик пересекали, все время прижимаешься, куда-то находишь какое-то положение, распираешься, потому что... Бросается, ну да, как в корме качает, и в носу, как известно, ну, и у эсменов тоже. В носу, это вообще катастрофа. А у эсменов, наоборот, в корме хорошо, вроде бы, да, насколько я знаю, корма. И в центре вообще в кают-компании замечательно, да, самое лучшее место, поэтому иногда и спят. Иридиум нам спонсоры дали на пересечении океана. Благодаря ему по... И вот здесь две койки. Здесь, да, верхний, да. Идем в... Компания. Кают-компания. Вот здесь, в этой каюте, она небольшая, но здесь меньше всего качает, самую лучшую каюту в плане. Здесь такой запах, вот, когда спускаешься сюда в лодку, запах, вот, как в сауне. Или в избу. Вот, для меня, как в сауне, потому что у меня нету, ну, опыт. Это именно нахождение в избе, в избе, ну, вот сауна, такая именно хорошо прогретая, такой... Я уже, надо смею, говорит, плавающая изба. Ладья, ладья, это изба плавающая. Слушай, любая лодка, в принципе, это плавающий дом, поэтому... Да, у нас изба, у нас не дом, а изба плавает. Так, это, получается, кают-компания, главный... Это холодильник, правильно? Ну, такой перенар... Мы его используем только в порту, потому что у нас нету возможности... Ну, это 220 он работает, да? Ага. Тут у нас в рундуках музей представлены. Сейчас я музей тоже покажу. Ну, море ломает, все, вот с океана, видите, у нас... Это кто-то локтем туда упал? Ну, кто-то, да, качнул, у кого-то. И не признавались. Естественно. Кто сломал, говорит, а и сделайте, они ничего не сделают. Это строит лодку. Тут у нас, это карбас, их использовали на Белом море, с лыжами. Команда вплюгалась. Если в лед попадали, то лыжи вот и использовали. Это сойма. Это струк казачий. Это баня, изба, амбар. Это наш пилигрим-модель. Это церковушка, там дом зимний. Ну, много чего такого представлено. Вот, людям интересно, мы же стоим в морских музеях и стояли в Хельсинки, и в Таллине, в морских фестивалях участвовали, в Дании, в Копенгагене, в Бельгии, во Франции, где в Испании. Ну, так, по возможности стараемся показать, делиться культурами. Вот мы о своей рассказываем, смотрим культуру других народов, вот так мы идем по свету, и вместе, и нас становится больше, больше энтузиастов. Ну, естественно. Слушай, а это у вас кухня, да? Да, компульс был большой. Да, и плита вы используете газ. Плита огольная выдумка хитрая, да. Плита обычная, газовая. А, просто сделали поднегиероскоп, да? Да, мы купили дополнительные яхтенные все эти ограждения. Потому что это ничем от обычной плиты не отличается на лодке. Ну, да, да. А зачем тратить 300 долларов, когда можно купить за... Ну, 300 долларов, это еще хорошая цена. Здесь, получается, вот внутри, это все снизу, это рундуки, правильно? Да, тут у нас с водой баки, все, которые вы видели на палубе гибкие, мы укладываем туда, и у нас лишний дополнительный балласт. Балласт мы используем, у нас средств не было. Здесь мы не откроем, потому что здесь прикручены. Здесь внизу напильные рельсы. То есть это просто тяжелая часть. Убольная выдумка хитрая, потому что взяли и рельсы напилили, покрасили. И пруд купили, старый пруд толстый, тоже его распилили, обработали, двойным слоем покрасили. Так что у нас балласт в основном из стали. Понял. А это у вас, получается, передняя клинта, да? Это, да, передняя клинта. Привет! Привет! Семья! Ребята, пожалуйста, вот вы суммарно по этому маршруту пешком, какой у вас проход пешком и на корабле? Морскими и сухопутными пушами? Много ходим пешком, много намотали уже тысяч километров. Там миллион есть? Нет, пешком мы много не намотали. Миллион даже не всю жизнь. Сухопутно, я имею в виду сухопутно. Пешком за всю жизнь можно накрутить, наверное, 1100, если пешком, ну, 150, может пройти. Я имею в виду по земле, то есть на мотоциклах, пешком, вот суммарно по... Ну, почти под миллион, наверное, если все сухопутные экспедиции взять, то все собрать, то, конечно, миллион. А морских милей много не пройдешь, кстати, ну, может быть, у меня за плечами тысяч пятьдесят миль. Пятдесят это не самый плохой результат, я тебе скажу. Потому что я знаю, что мы встречали таких лари, падя на Тасмане, это пара семейная, которые пишут книги о штурмовании, там, читал, наверное, да? Да, да, я знаю, так тебе штурмование. Мы с ними пообщались, они говорят, мы всю жизнь ходим, всю жизнь по морям, мы 250 тысяч прошли. Это всю жизнь люди, перегоняют лодки, это их профессиональная жизнь на воде. 250 тысяч. Больше никуда. Это много. Это много. Это кто просто не понимает, что 100 миль морских, это нельзя приравнить с 185 километром. Это намного больше, на автомобиле это шутя проедешь, а попробуй по морю пройди, а с 16-ти вечный ветер, правильно, это жизнь не покажется сладкой, правильно? Сделано так, что одно, одни планка перекрывает другую, вот, и почему, клинкер, да, почему вот именно вниз, почему не вверх, вот, ну, есть же какие-то причины на это? Ну, причины всегда, если это мореход не будет судно, если оно будет вниз, волна глушится, правильно, там, это тоже раньше в старину. Ну, очень хорошо в этом отношении, когда, если было бы вверх, это просто непрактично, вверх нелогично. Ну, так ялики всякие делают, у них наоборот, вот эти лодочки, которые деревянные, допустим, для елы. Наоборот? Да, наоборот, точно наоборот, наоборот, снизу вверх. Вот такая традиция, все, и потом корпус очень крепкий, когда клинкерные, клинкерные обшивы, это корпус, он весь играет, и раньше, и викинги использовали не просто так тоже, клинкерные обшивку, корпус есть играет, на волне, при ударах, если для пластикового яхта, столкновение с контейнером, это, наверное, уже все, то есть еще и не факт, то это, если соста молодая, отыграть может, а то от большого предмета, от бревна какого-то. Ну, и починить же еще проще деревянные. И починить проще, ну, даже если дырку, ну, с деревом, так же все прикрутил, ну, есть для этого масса, там, кусков всяких деревяшек, фанеры, там, да. То есть это получается бока, вот видно, вот эта форма ее такая, вот она вот идет, красивая. Узадненькая. Узадненькая. Вот эта лодка, ну, у нее, конечно, форма... Да? Да, для газета. Ну, вот, друзья, мы с вами и побывали в гостях у очень интересного человека, Сергея Синельника, который на этом судне идет в классное путешествие, неся идею того, что можно делать своими руками, делать это классно, делать это оригинально и показывать миру, что люди действительно могут делать то, что задумали. И от себя хочу сделать небольшое объявление, так как Сережа путешествует за свой бюджет, я хотел бы собрать донат и все деньги, которые мы соберем с этого доната, мы их передадим Сереже для дальнейшего путешествия. Поэтому ссылочка внизу видео и сделаем это, сделаем что-то хорошо, от себя мы тоже что-то, естественно, добавим. И еще Сережа иногда собирает экспедиции и собирает платную команду на переходы. Поэтому следите за его сайтом, за его страничкой и за его фейсбуком. Кстати, это все тоже снизу в описании есть. И у себя на сайте, и у себя на фейсбуке мы ему поможем в наборе команды на его дальнейшее путешествие. Напоминаю, что эта лодка называется Пилигрим. И, собственно, на этом Пилигриме и будут проводиться все дальнейшие его путешествия. А от себя хочу сказать, оставайтесь с нами, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк. А мы будем вам показывать и рассказывать о интересных людях, которых мы встречаем на своем пути. InSale with Trust. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok